Привет! Многие очень удивляются, узнав о том, что геморрой – это фактически варикозные вены вокруг ануса. И что это заболевание очень распространено в Латвии и вообще во всем мире. А что такое геморрой? Какие симптомы геморроя существуют? И как его лечить? Сегодня нам расскажет рактолог доктор Андрей Пупкевич. Самая распространенная причина этой болезни – это неподвижный образ жизни у людей с сидячей профессией, водителей, работодателей, сотрудников офисов, у людей с лишним весом после рот и беременности, а также у людей, страдающих запорами. Это зуд в зоне заднего прохода, кровянистые, кровавое выделение после стула, ощущение чего-то лишнего, каких-то узлов после стула, конечно же, боль в заднем проходе, ну и самое раннее может появиться просто какой-то легкий, необъяснимый словами дискомфорт в районе анального отверстия. Да, существует стадии по клиническому выражению, то есть по жалобам пациента, и таких стадий четыре. Если быстро пройти по стадиям, то первая стадия – это пока вот есть те названные симптомы, да, но кроме ощущения узлов. Вторая стадия – это когда пациент ощущает узлы, которые во время испражнений как бы появляются, и после испражнений они исчезают, втягиваются. Третья стадия – когда эти узлы уже самостоятельно не втягиваются, им приходится помогать немножко мануально заправиться. И четвертая стадия – когда узлы уже постоянно есть большие, но снаружи, и они уже не вправляются, они уже зафиксировались стабильно снаружи. Диагностика проходит достаточно быстро, пациенту нужно подготовиться, то есть сделать за полтора часа до прихода клизму микролакс. Она проходит быстро и просто. Сначала проходит опрос, человек рассказывает свои жалобы, отвечает на некоторые вопросы. Дальше визуальный осмотр, пальпация, то есть пощупать эти узлы, пощупать отдаленный конец прямой кишки. И если есть вопросы, эта диагностика еще дополняется ректоскопией или аноскопией – это осмотром прямой кишки при помощи оптики. На первой стадии часто, на второй стадии геморроя обходимся медикаментозным лечением, чтобы успокоить симптомы. Часть вторых стадий уже начинается с третьей, конечно, это часто операция. Есть еще другие различные промежуточные варианты, когда геморрой еще не сильно выражен, есть только один увеличенный отдельный узел, тогда возможны такие амбулаторные манипуляции, как, например, наложение латвусных колец, склеротерапия и другие, которые достаточно эффективны. И на не сильно выраженном геморрое очень хорошо помогают. Методов очень много изобретено, но если брать, разделить на какие-то основные принципы подхода к этим операциям, есть так называемые классические операции, когда узлы иссякаются, просто, ну, простым языком говоря, вырезаются. И там целые варианты, чем их вырезать, ультразвуком, классическим скальпелем или специальными сшивателями. Вторая группа – это прошивание питающих артерий под ультразвуком, под различными другими маркерами-ориентирами. Третья группа – это будут желазерные операции, когда происходит коагуляция геморридальных узлов. Но в каждой из этих групп есть очень много подвидов, вариаций и модификаций. Во время беременности не практикуются операции на геморрой. Геморрой лечим консервативно медикаментами, в основном свечками, либо мазями. И уже после только родов можно рассматривать варианты каком-то хирургическом вмешательстве. Основная ошибка, из-за чего люди получают геморрой – это длительное времяпровождение, то есть в туалете, на унитазе. Люди зачастую сидят в телефонах, в планшетах, читают книги и газеты. И это как раз является провоцирующим фактором для появления геморройной болезни, как таковой, или ее обострения. Профилактика – это активный образ жизни. Чем подвижнее, тем лучше. Избегать длительно сидеть. Однажды в литературе я читал рекомендацию, что раз в час человек, который работает, скажем, за столом, сидит раз в час, привстать на 3-5 минут, просто пройтись вокруг стола, подвигаться, пошевелиться или сделать какое-то простое упражнение. Другое – это питание. Конечно, избегать запоров, избегать твердого стула. Как это сделать? Это достаточно жидкости. Для взрослого человека это минимум 2 литра в сутки. Совокупность всего. Вам не обязательно брать просто чистую воду пить. Вы можете считать и чай, и кофе, и суп. Второй момент – это питаться как можно больше овощами и фруктами. То есть потреблять много клетчатки. И в то же время избегать пшеничные и мучные изделия. Батон, булки, печенье, макароны. То есть правильное питание, подвижный образ жизни – ключ к тому, чтобы максимально снизить риск получить гибридальную болезнь. Задавайте свои вопросы в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал. Берегите себя. Пока!